всем кротовый привет друзья с вами снова паши фриман и снова вы смотрите обзорная новинку патч 1.93 и в этот раз китайскую а именно танк ztc 69 который имеет боевой рейтинг 9 и 7 и идет после ztc 59 d1 обзор на который у меня уже есть на канале и если вы его не смотрели то заходите по аннотации посмотрите ну а я пока буду начинать и сразу скажу что танк получил на мой взгляд немного завышенный боевой рейтинг думаю 9 и 3 было бы самое то ведь многие его характеристики не дотягивают до танков конкурентов но обо всем по порядку начнем с орудия 125 миллиметровая пушка тип 88 c имеет автомат заряжания с перезарядкой в семь с половиной секунд и вы укладка первой очереди в 22 снаряда это довольно весомый аргумент учитывая что в номенклатуре снарядов имеются отличные ломики на 450 8 миллиметров пробоя с 500 метров неплохие фугасы с пятью с половиной килограммами в тротиловом эквиваленте и стоковые кумули на 480 миллиметров пробоя углы вертикального наведения у нас можно сказать как у советов от минус 6 до плюс 14 градусов то есть от холмов не поиграть да и по воздуху тоже не постреляешь в общем слабенькие углы у нас помимо этого танк имеет очень медленный поворот башни в 28 и 2 градуса в секунду еще и экипажи у нас всего три человека и меткий выстрел в правую часть танка может убить двоих что отправит нас в ангар по броне у нас все неоднозначно с одной стороны если мы попадаем в топ списка то неплохо держим удар башней и даже немного корпусом но и бывают моменты что переживаем довольно сильный обстрел врага и если нам помогут союзники что бывает крайне редко можем прижить много всякого а вот если попадаем вниз списка или хотя бы на свой боевой рейтинг то нас без особого труда пробивают почти все противники причем учитывая тот факт что автомат заряжания очень похож на советский то есть с каруселью которая находится на полу боевого отделения мы часто получаем ваншоты в боекомплект в крыше у нас 30 миллиметров что дает некоторую защиту от авиации но не от всей что же касается подвижности то тут совсем все плохо на мой взгляд 41 тонна веса и 730 лошадиных сил дают нам всего 17 8 лошадиных сил на тонну удельной мощности это совсем слабый показатель на этом боевом рейтинге почти все танки нас обгоняют что не дает нам возможности занимать хорошие позиции да и максимальная скорость у нас всего 57 километров в час хотя я ее ни разу не набирал едем мы по пересеченке в районе 35 километров в час задний ход тоже подкачал и равен всего 7 километров в час что не дает нам возможности к активному геймплею и вариантов к экстренному отступлению что же касается геймплея на zz69 до тут я могу посоветовать играть максимально аккуратно идти во второй линии атаки и оказывать поддержку своим союзникам желательно прятать свой корпус чтобы его не особо простреливали так как подрыв боекомплекта очень частое явление ну и либо ваншот по экипажу но если нам выбьют одного члена экипажа то перезарядка не уменьшится благодаря автомату заряжания также хочу отметить что пока патч только вышел в рандоме творится полная дичь бывает до 80 процентов команды берет вертолеты и мы с парой танков которые остались на земле играем против почти полной команды наземной техники из-за чего часто происходят сливы поэтому чтобы прокачать танк со стоковых снарядов придется попотеть ну и вообще я бы не назвал этот танк подходящим для не очень опытного игрока желательно знать тайминги и карты чтобы правильно выбирать направление атаки разумеется желательно знать куда стреляете ведь один неаккуратный выстрел может выйти вам боком еще отмечу к минусам там к отсутствие тепловизора это очень сильно мешает играть против топов на боевом рейтинге 10 и 3 спасибо хоть что есть приборы ночного видения которые хоть как-то дает нам возможность играть на ночных картах правда инфракрасного прожектора у нас нет так что высматривать противника придется просто очень внимательно и чаще смотрите на карту там противники подсвечиваются есть по ним стреляют целом я не особо получал удовольствие от игры было чувство что танк требует еще больше концентрации сил для победы чем другие топы были моменты когда получалось врываться и неплохо раздавать звездюлей врагу а бывали моменты когда по 3-4 боя заходишь получаешь ваншот через всю карту потому что тебя спалили по тепловизору и идешь в ангар в следующий бой очень ситуативный танк который сильно зависит союзников и попавшиеся вам карты подводя итог я могу утверждать что за тз 69 не очень-то и хороший топ купе всех своих характеристик он проигрывает почти всем танком конкурентов что негативно влияет на его геймплей правда внешность него очень красиво низкая подвижность и слабая выживаемость не позволяют воевать в кучу противников и активно играть захватом точек нужно максимально аккуратно на нем воевать используйте укрытия желательно которые будут полностью вас скрывать от противника после выстрела закатывайтесь за них перезаряжайтесь выкатываетесь и добивайте противника ведь попадание против боевого рейтинга 10.3 это очень частое явление на нем все же попадать в топ списка будете редко да и вертолеты не дадут нам нормально постоять в укрытии но если не подлетят слишком близко то мы сможем их обстрелять с зенитного пулемета танк подает для скилованных игроков и для коллекционеров танков war thunder пишите кстати свое мнение по поводу этого танка в комментариях что вы думаете ну если вам понравился обзор то не забываем ставить лайки и подписываться на канал вступайте в группу вконтакте и дискорд также на twitch забегайте и на мой инстаграм все ссылочки есть в описании ну а с вами был паша приман всем удачи хорошего рандома и картавая пока пока